Тема, заявленная, это проектное обучение, или по-английски это называется Project Based Learning. И план нашего семинара, он выглядит так. Для начала я бы хотел ввести в проблематику, хотя подозреваю или надеюсь, что многим она должна быть уже хорошо известна, но все равно я должен, наверное, ввести в контекст тех, кто, может быть, не до конца понимает эту проблематику, показать, какая есть потребность в инженерных кадрах в отрасли, в промышленности, как промышленность решает новые вызовы инженерно-технические, которые перед ними ставят конкуренция. И, соответственно, на основе некоторых исследований, которые проведены были и в Европе, и в некоторых западных странах, показать, какие требования или пожелания выдвигает промышленность к выпускникам, каких они хотели бы нанимать. И далее мы перейдем уже к пунктам, связанным с тем, как учить, и что такое Project Based Learning, как это помогает. Мы обсудим инструменты, инструменты, связанные с железом, инструменты, связанные с отсутствием железа, как можно учить проектам без серьезных программно-аппаратных средств. И также мы обсудим процессы с точки зрения построения учебного плана, с точки зрения минимизации нам повторного обучения, то, что люди уже давно забыли. И в конце я бы поделился... Вообще в плане семинара будет много слайдов, где я буду указывать разные ссылки на очень много чего интересного, что можно использовать в лабораторных работах, для обновления курсов. Но в конце я тоже подытожу основной источник, где вы можете взять что-то полезное для улучшения каких-то курсовых... Какого-то преподавания какого-то курса или лабораторок. Итак, мы переходим к первому пункту. Это введение в проблематику. И начну я с того, что покажу некоторые объективные инженерные тенденции, которые не зависят от географии, политики, которые сейчас, в принципе, во всем мире происходят, в инженерном бизнесе. И одна из первых тенденций, то, что во всем появляется встроенное программное обеспечение. Вы, наверное, понимаете, что по специфике вот тех картинок с различными продуктами, которые на этих картинках представлены, везде есть какое-то встроенное программное обеспечение. Где-то это слежение за лицом, автофокусировка, где-то это адаптивная система торможения, где-то какие-то устройства связи, улучшение изображения и так далее. Везде есть какое-то встроенное программное обеспечение, и в этом программном обеспечении становится все больше и больше какой-то математики, алгоритмов и логики. И системы эти, они миниатюризируются, и у них повышается, значительно повышается уровень вложенности. Это уже становится системой из систем. То, что было раньше на одной большой печатной плате, уже минимизировалось до одного микроконтроллера, и этих микроконтроллеров на одной плате появляется все больше и больше. В современном автомобиле уже десятки микроконтроллеров используются, и некоторые даже многоядерные процессоры используются для того, чтобы просто автомобильную электронику всю потянуть на себе, всю ту логику, которая заложена. Вот этот график, один из любимых моих графиков, из исследования, которое провело IDC, который показывает, как экспоненциально расходятся продажи микропроцессоров для встроенного программного обеспечения и микропроцессоров для PC, для применения, для десктопного применения. Мы видим, что количество электроники, которая продается и, видимо, ставится на какое-то оборудование, летает, ездит или что-то производит, оно растет огромными темпами. Соответственно, кто-то должен все это дело программировать, кто-то должен писать эту логику и кто-то должен реализовывать те свойства конкурентноспособного продукта, которые заложены вот в этой вот логике, которая закладывается в микропроцессоры. Еще одно подтверждение косвенное – это вот некая история различных устройств и аппаратов, в частности устройств, которые были реализованы в конце прошлого века. Спутник, сбриз, содержали достаточно малое количество строк-кода. Если брать ракету уже середины 2000-х годов, это уже миллионы строк-кода в некоторых случаях. Если взять Boeing Dreamliner, это также уже миллионы строк-кодов. И если взять электромобиль GM Volt, который даже не настолько сложен, как гибридный автомобиль, где есть и ДВС, и электротяга, то уже даже в электромобиле уже десятки, мы перешли уже десятки миллионов строк-кода, даже несколько десятков миллионов строк-кода. Перед нами стоит задача всей этой растущей сложностью, которая реализует какие-то конкурентоспособные качества, управлять в нашем процессе разработки. Остановка не предвидится, сложность будет нарастать, конкуренция будет давить, свойства какие-то новые дифференцирующие нужно будет промышленности внедрять. И то, что сейчас происходит, происходит сходимость технологии. Мы с вами живем в такой замечательной стране, где мы можем видеть и автомобили, созданные давно. Например, если взять АвтоВАЗ-пятерку, там рулевая колонка, это чисто механическая система с шестеренками, с тягами и так далее. Если мы покупали более современные автомобили, то там появляется уже гидроусилитель руля. В некоторых автомобилях есть уже гидроусилитель и еще и электронное подруливание. То есть уже руль независим от рулевой колонки, руль абсолютно электронный. Ну и в некоторых совсем продвинутых и дорогих автомобилях уже есть какие-то интеллектуальные системы подруливания, под предупреждение водителя от ухода с полос, пересечения каких-то опасных препятствий и так далее. То есть мы видим, что вот в одном устройстве рулевое управление сходится уже, знания должны быть хорошие и о механике, и о прочностных расчетах, и о гидравлике, и об электронике, и о системах управления, и еще о каких-то интеллектуальных свойствах, связанных, возможно, с обработкой изображений, еще с чем-то. И, конечно, такого инженера, который знает глубоко и все, мы не найдем, да и, наверное, не подготовим. Но такое требование в промышленности есть. Соответственно, в промышленности что мы видим? Это опять исследования промышленности, зарубежной. Какие бывают сложности в дизайне, связанном с мехатроникой? Это исследование было проведено где-то, наверное, несколько лет назад, но оно, мне кажется, осталось настолько же актуальным, как и несколько лет назад. Первая сложность – это сложность, первый здесь difficulty, finding and hiring experience system engineers. То есть самая большая сложность – это найти системного инженера, который бы смог в своей голове вместить целиком, как система работает, и достаточно, может быть, не очень глубоко, но на достаточном уровне понимать, как разные мультидоменные или кросс-функциональные подсистемы себя ведут. И в этом самая большая сложность – системная интеграция и на системном уровне найти людей, таких системных инженеров. И второе – это в эту же конву, ранняя идентификация проблем, которые на системном уровне, потому что у нас может быть замечательно нарисована механика, прекрасные совершенно программисты, которые делают логику, но вот как-то вместе она что-то не работает, или там вместе с гидравликой, или еще с чем. Соответственно, на системном уровне требуется какая-то ранняя идентификация проблемы еще до того, как мы собрали прототип и поняли, что там что-то не очень хорошо друг с другом работает. Все вот эти, я еще не буду зачитывать, чтобы сэкономить нам время, тем более, что мы не лично с вами общаемся, а так вот через интернет, это не очень просто. Поэтому все это можно объединить в две группы. Промышленности нужно начинать на раннем этапе тестировать, и промышленности нужно управлять мультидисциплинарностью каким-то образом. Вот это вот так вот можно сгруппировать, пожалуй, вот эти требования к системному инжинирингу, которые встают все больше и больше перед промышленностью. Как решает эта промышленность, я покажу на базе, естественно, изурбежных примеров, хотя могу сказать точно, что в российской практике это тоже набирает обороты, то есть мы сейчас активным способом догоняем то, что на Западе уже хорошо опробовано. Решение для этого это системное моделирование. Я поясню так совсем коротенечко, чтобы у нас не было разницы в том, как мы понимаем этот термин. Вот пример, когда мы хотим возвести здание, мы рисуем его там в архикаде или еще в каких-то программных средах, смотрим нагрузки, смотрим освещенность, эргономичность и многие другие параметры здания. И мы делаем модель, а уже потом его реализуем. Если мы делаем коробку передач, моделируем, то мы возьмем какой-нибудь Autodesk Inventor или Solidworks и промоделируем тело в 3D, может быть, посмотрим сочленения, как они друг с другом работают, посмотрим, может быть, даже где-то прочностные анализы, если нужно, сделаем. Когда у нас речь идет о том, что у нас появляется сложная система, целостная, которая во многих степенях свободы может летать, находиться, еще напичкана разной электроникой, которая распределена по разным запчастям этой системы. Вот здесь мы говорим о том, что необходимо системное моделирование. Оно не включает в себя, может быть, какие-то отдельные объекты, чтобы были промоделированы на прочность методом конечных элементов. Мы говорим немножко о другом моделировании, о моделировании мультидоменных систем. Как это работает в промышленности? Промышленность использует инструменты определенные для этого и процессы. Я начну с инструментов. Начну я, естественно, на примере Матлаба или Симулинка, потому что это одна из самых популярных сред и на Западе, и в России тоже. Что подразумевается под междисциплинарными мультидоменными системами, которые можно промоделировать в одной среде и посмотреть, как они вместе работают. Вот перед нами есть фрагмент модели ветряка, ветряной мельницы. Очень похожее применение на авиакосмическое. Здесь часть этой модели — это системы с непрерывным временем. Когда мы смотрим на взаимодействие ветра и лопастей, какие там крутящие у нас возникают явления, моменты — это у нас системы с непрерывным временем. Мы их можем отразить, промоделировать в Симулинке. Дальше у нас есть системы с дискретным временем. Это практически вся наша электроника и управляющая логика и система сбора цифровой информации, анализа. Соответственно, в Симулинке вся эта дискретная математика и система с дискретным временем достаточно хорошо моделируется, не покидая вот этой единой среды Симулинк. В том числе, здесь, конечно, не связано с ветряками, но и функции обработки изображений, потокового видео и многое другое — это все дискретные системы, которые очень хорошо моделируются в одной среде Симулинк. Далее мы видим, что в этой модели есть некие физические элементы, некая гидравлика, механика. И особенности вот этих физических моделей заключаются в том, что их довольно сложно промоделировать просто в Симулинке, потому что сила или момент, они в обе стороны вот в физических сетях распределяются. В отличие от моделирования сигналов при помощи Симулинка, где мы сигнал послали и как бы не возвращается. Для того, чтобы промоделировать физическую сеть в простом Симулинке, нужно обладать такими серьезными знаниями, чтобы избегать всяких алгебраических петель. Для этих целей, чтобы не покидая единой среды, можно было моделировать и физические сети. В Симулинке реализована такая платформа, называется SimScape — платформа для физического моделирования. Там есть и блоки для гидравлики, механики и многих других моментов. Но также есть, собственно говоря, это и язык сам по себе, где мы можем сами самостоятельно описать физические законы, взаимодействие на текстовом языке, создать сами себе необходимые блоки и промоделировать физическую сеть. В этом случае у нас будет решение уравнения не последовательно, а решение целиком как систему уравнений, что требуется для как раз физического моделирования. Также в этой же среде мы можем нарисовать замечательные конечные автоматы, событийную логику, как должна вести себя система при старте, при рабочем режиме, при остановке, в какие моменты и когда происходят переходы. Все эти конечные автоматы очень хорошо рисуются в StateFlow и является, ну, де-факто это один из самых наиболее стандартных инструментов, которые используют, в частности, автомобильная промышленность. Они очень любят StateFlow диаграммы, потому что большая часть систем управления построена у них именно вот на этом. Далее мы имеем функционал такой для моделирования сетевых эффектов, очередей, переполнений, задержек. В случае, если у нас есть коммуникация между разными подсистемами в нашей, будь то там по какому-то протоколу внутреннему или же даже просто это мы моделируем, может быть, какую-то систему связи, мы можем в этой же среде промоделировать не только цифровую систему, но еще и посмотреть сетевые эффекты, как это все совместно может работать. Ну и также есть целая группа и очень много чего моделей, написанных уже в коде, будь то на языке Fortran, будь то на языке C, будь то на языке Matlab или на языке Simscape, что, конечно, редкость для России, потому что мало кто знает, что Simscape это такая открытая среда и это на самом деле язык для физического моделирования. Многие думают, что все-таки это какие-то блоки, диаграммы, но несмотря на это очень много моделей либо уже сделано, либо гораздо проще написать в текстовом виде. Соответственно, эти текстовые модели можно также некоторыми блоками сделать частью нашей большой системы и промоделировать это все в одной среде. Собственно говоря, вот так решает с инструментальной точки зрения промышленность свои вызовы, связанные с системной инженерией и системным моделированием. Здесь я не буду останавливаться, что, в принципе, практически любую подсистему можно промоделировать в Matlab или в Simulink и тем самым заранее отловить какие-то там ошибки на системном уровне. Но помимо инструментального вопроса, есть еще и вопрос процессный. В частности, вот исследование, еще одно исследование, которое говорит о сложностях в процессе разработки, мехатроники. И мы видим здесь, что наиболее часто встречающиеся проблемы в процессе разработки, они не так, чтобы сильно были связаны именно со способностью людей моделировать. Потому что ТЗ, ну, конечно, она будет реже меняться, если мы изначально начали создавать модель и согласовали ее с заказчиком, но все равно она может поменяться. Где-то, может быть, недостаточно прописаны начальные условия. Конечно, мы можем сократить такую проблему, если мы в самом начале делаем модель и ее согласуем, тогда у нас начальные условия более определенными становятся. Но все равно они тоже могут в итоге поменяться. Соответственно, здесь мы видим, что у промышленности, помимо еще инструментального аспекта, есть и процессный вопрос, как управлять вот этими изменениями, которые происходят в течение процесса разработки. И в данном случае я вам покажу вот некоторую разницу, которую мы видим в традиционном подходе разработки и в том подходе, который все больше и больше внедряется. В некоторых отраслях стало уже по факту стандартом, например, в автопромышленности Европы и США и в авиационной промышленности. В некоторых он набирает обороты, как, например, Industrial Automation, это промышленная автоматика, можно так назвать. Ну, в общем, в разных отраслях он по-разному набирает обороты, но в принципе где-то он уже стал даже по факту стандартом. В отличие от этого вот нового подхода, как стандартный подход разработки выглядит? Начинается все с текстовых документов, вордовские или даже бумажные. И очень забавно, когда в одной стране есть заказчик, пишет на своем языке, на китайском, потом переводится это на английский, потом приходит это в Россию, переводится на русский, и уже русским инженерам попадает некоторое ТЗ, и им приходится проявлять чудеса догадки, чтобы понять, что же там китайские мозги такое имели в виду, когда ставили это ТЗ. И начинать всю эту процедуру переписки и выяснения для них кажется нереальным, потому что это все очень формально, и все это очень долго, поэтому им приходится в неизвестности принимать какие-то решения, которые они считают правильными. Они на основе этого подхода могут переходить сразу же к прототипированию, но если это программисты, то они сразу просят отладочную плату, если это по системам управления, то они сразу хотят, чтобы им программисты реализовали какой-то контроллер, чтобы они подошли к объекту управления и потестировали этот контроллер, то есть сразу же возникает необходимость прототипирования, как правило. Далее, когда все вроде как отлажено, приходят на стадию реализации уже такой чистовой, где используется рукописный код для программирования всей этой электроники, которая всем управляет. И на стадиях испытания, тестирования, интеграционного тестирования, чаще всего мы начинаем разбираться, где же мы ошиблись, и чаще всего эти пусконаладочные работы, они очень могут сильно затягиваться. Вот исследования компании NASA, которые показывают, я сейчас кратко его изложу, которые показывают, что если мы, например, на стадии реализации, вот здесь вот третья колоночка, красный цвет, на стадии реализации внесли ошибку и отловили ее на стадии тестирования, ну, например, ошибся программист, вместо плюса поставил минус. Это, конечно, дорого, отлавливать такую ошибку на стадии тестирования, то есть исправлять ее, потому что, может быть, там даже ракета взорвалась, там не туда влетела. Но если бы мы допустили ошибку на стадии проектирования, или что еще хуже, в требованиях была заложена какая-то нелогичность, ошибка, и мы бы ее пропустили аж до самой стадии тестирования, то мы бы потратили бы еще больше денег на переделку всего проекта. Соответственно, задача простая. Раньше находить ошибки. Промышленность использует подход, который называется модельно-ориентированное проектирование, который позволяет на ранних стадиях идентифицировать ошибки. Он включает в себя то, что на ранних этапах к текстовым требованиям привязываются кусочки модели в Simulink, которые реализуют каждый абзац требования, который изложен в текстовом документе. Соответственно, после реализации такой вот модели на очень сыром, вероуровневом уровне, мы просто начали моделировать сами требования, которые нам поступили. После этого мы можем нажать кнопочку play и посмотреть, а запустилась ли наша модель. Очень часто наша модель может не запуститься или неправильно отработать, и мы сразу же видим, что требования где-то изложены неправильно или некорректно, или где-то их просто не хватает. Соответственно, на самом первом этапе, когда мы пытаемся промоделировать сами требования, которые нам пришли на верхнем уровне, и придумать общую архитектуру системы, мы уже отлавливаем много ошибок и много информации получаем о том, как нам стоит дальше разорвать или как не стоит. Также имеем возможность согласовать с заказчиком эти измененные требования. Далее мы из понимания уже вероуровневой системы и хорошего понимания модели, которую нам нужно разработать, мы начинаем ее уточнять. Разводим. Кому-то даем гидравлическую, механическую часть, электронную часть, систему управления. Кому-то мы даем, может быть, программирование уже. То есть мы пытаемся разным специалистам дать свою часть, отработать, промоделировать, но они уже это делают в рамках одной большой системы. Они понимают, что окружает тот объект, который они разрабатывают. Что находится рядом с двигателем, что с контроллером, что еще с какой-нибудь подсистемой. Соответственно, у них снижается потребность в том, чтобы потестировать что-то на физическом прототипе, на натурном стенде, поскольку они много чего могут оттестировать на моделях. Дальше мы переиспользуем уже точно созданные модели, точно верифицированные модели. Мы из них автоматически синтезируем код C или для ПЛИСов, или для PLC-контроллеров. Совершенно разный код можно синтезировать. Эта же технология опробована десятилетием. Уже и Боинги, и автомобили современные, они ездят на автосгенерированном коде. И есть много исследований, которые показывают, что автосгенерированный код может быть настолько же эффективен, насколько и рукописный. В некоторых случаях даже процентов на 10 бывает эффективнее. Хотя все зависит, конечно, от программистов, наверное, и от того, что за применение. И в итоге, что мы получаем, когда у нас модель в центре, и мы ее постоянно уточняем и переиспользуем? То, что стены между разработчиками, они как бы устраняются, они всегда знают в этой модели, где их часть и что окружает их. Им проще становится коммуницировать, и мы постоянно развиваем модель, и постоянно ее уточняем. Вот такой подход модельно-ориентированный, он помогает на ранних стадиях, инвестируя просто время в продумывание самой модели, идентифицировать до 85% всех ошибок, которые мы, в принципе, находим в нашем дизайне. И мы на стадию финального тестирования пропускаем только достаточно маленькое количество ошибок, которые требуют исправления. Собственно говоря, в этом и есть идеология идеология модельно-ориентированного проектирования, это сокращение издержек и времени на переделки различного рода. Суть идеологии, которую применяет промышленность, то, что модель в центре, модель можно самому по себе проиграть, это такой метод называется Executable Specification в английской литературе, и промоделировать, собственно, сами требования. Дальше мы можем разработать нашу дизайн посредством симулирования, то есть мы моделируем какой-нибудь, например, объект управления. Дальше мы доходим до такой стадии, когда мы понимаем, что модель отражает реальную действительность. Например, модель двигателя, мы ее идентифицировали, у нас она есть в компьютерном виде, достаточно точная, мы считаем ее эталонной. И дальше мы начинаем уже моделировать контроллер, используем симулирование уже готовой модели, которые отражают реальный объект. У нас получается моделирование замкнутого цикла. Постоянно сами модели, вообще сами по себе, это являются по большому счету большими тестовыми векторами. Каждое нажатие «проиграть модель», она, по сути, прогоняет все возможные сигналы по всем возможным путям, которые есть в модели. Соответственно, это постоянное тестирование, верификация, как ведет себя целиком система. И также модели переиспользуются для автоматического синтеза кода, будь то для быстрого прототипирования или уже тонкого кода, который настроен хорошо под целевые платформы. Вот в этом суть модельно-ориентированного проектирования, когда мы тратим время на хорошее моделирование и переиспользуем его множество раз для различных целей, которые нам просто упрощают и сокращают время. Дальше обратимся к тому, какие выпускники по отзывам от промышленности, каких выпускников они хотят видеть. Поскольку в российской практике мало опубликованных таких вот исследований, ну, по крайней мере, мне сложно было найти, я обращусь к некоторым международным исследованиям, которые сделала пару лет назад компания IEEE, но не компания, а организация, общество вот это инженерное. Я даже вставил без перевода этот слайд, чтобы просто показать оригинальность. Что они сделали? Они опросили большое количество предприятий, более сотни предприятий, насколько я понимаю, в числе которых были и монстры типа Boeing, типа Lockheed Martin, автомобильных концернов и также предприятия среднего звена. Они опросили инженерное руководство среднего уровня в этих компаниях о том, какого рода выпускников они бы хотели видеть, какие знания в них должны, вы считаете, что они важны, нужны и полезны. И далее они после того, как сформулировали, какие знания с точки зрения промышленности считаются важными и интересными, они опросили порядка ста кафедр европейских университетов и спросили, вот такой-то пункт знаний, насколько он играет важную роль в вашем курсе обучения, насколько много этому посвящено, считаете ли вы это важным, много ли этому уделяется времени. Вот, собственно говоря, цифры, которые вы можете посмотреть. И мы видим, что когда речь идет о простых базовых вещах, линейное моделирование или моделирование контроллеров, то здесь цифры в принципе схожи. Здесь и ожидание промышленности, и ожидание то, как это преподается в университетах, это все достаточно близкие цифры. Но чем дальше мы приходим к решению каких-то проблем, с которыми реально сталкиваются промышленности, например, когда мы переходим к нелинейным моделям, вот мы видим здесь уже разницу в два раза. Когда мы говорим о системной верификации, это вот третий пункт, simulation models for system verification and product development. Когда мы говорим о системной верификации, получается, что этот пункт гораздо больше ценится в промышленности, нежели это считается ценным в образовании и преподается. И когда мы доходим уже до самого последнего, например, пункта моделирования в реальном времени, такие методики, как hardware and loop, верификация, то получается, что у нас разница вообще совсем большая. То есть промышленность считает, что это очень важно и может быть даже критично или просто полезно. На кафедрах в европейских университетах на тот момент считали это, что это как-то вот не совсем, ну то есть, по крайней мере, это не было большое покрытие этого материала в курсах обучения. Чтобы немножечко так вот от цифр уйти к реальным отзывам, которые мы слышим в промышленности, в том числе и за рубежом, вот это такие цитаты из бесед с различными клиентами, достаточно серьезными клиентами, которые как раз очень сильно совпадают с предыдущим слайдом, с циферками. Опять говорится и про мультидоменность, и про командную работу, и про какой-то опыт реализации чего-то реального такого, сдачи какого-то решения, проекта и так далее. Ну, наверное, я не буду зачитывать, вы можете их посмотреть, и мы пойдем дальше. Соответственно, мы переходим теперь к той части, которая посвящена вопросу, а как учить таких специалистов, которые уже требуются и в европейской промышленности, и уже начинают требоваться и в нашей промышленности. Где-то это неосознанное требование, где-то это уже в некоторых организациях хорошо сформулированное требование. Как учить таких специалистов? И ответ, конечно, я даже не стал переводить, стал project-based learning. Это тот процесс, та методология, которая призвана повысить навыки студентов, приблизить их к промышленности. Проектное обучение – это такой способ вовлечения студентов в решение более реалистичных проблем, чтобы они проще переходили от теории к практике. Это способ, который их мотивирует к получению знаний и дает им собственную мотивацию изучать, а не только мотивацию перед лектором, чтобы хорошо сдать, хорошо отметиться и пойти дальше. Вот это вот суть проектного project-based learning. В некоторой литературе, это еще, я знаю, называется CDIO методология, то есть методология conceive, то есть задумать, дизайн, то есть как-то реализовать это концептуально, потом implement, это реализовать уже непосредственно в железе и operate, CDIO. Я не буду сейчас много посвящать этому времени, по большому счету и project-based learning, и CDIO, и разные другие варианты, problem-based learning еще называют, это все очень близкие по контексту понятия, то есть они призваны к одному и тому же. Проблема в инженерной подготовке у нас такая, то что мы можем с одной стороны наращивать глубину знаний, но тогда у нас будет узкий специалист с тяжелым взаимодействием с остальными подразделениями, но мы можем также нарастить широту знаний у специалиста, но при этом он будет очень поверхностным. Соответственно, вот если так вот на графике отразить, то получается есть некая зона достижимого, то есть насколько и глубоко, и широко мы можем учить специалиста, и есть некие пожелания от промышленности, которые здесь выделены точкой желаемое. Как, собственно говоря, нам туда прыгнуть или подвинуться немножечко в эту сторону? Конечно, до конца, наверное, может быть, мы все никогда не реализуем, но проведение, так скажем, такого проектного обучения, наличие проектного обучения, он помогает пододвинуться к этой точке и сдвинуть кривую вот этого достижимого, приблизить ее к этой точке желаемого. В этом суть проектного обучения, то есть мы в проекте, студент касается и не связанных с его проблематикой знаний, и в том числе он может углубить и свои собственные знания. Дальше я, ну здесь просто это слайд на ту же самую тему, есть еще концепция такая T-shaped engineer, очень была популярна когда-то. Может быть и сейчас это, что нам нужны инженеры, у которых есть широта знания, но при этом еще и глубина их экспертизы. Вот вы можете поискать, в общем, такая популярная концепция, но не будем на этом останавливаться. Собственно говоря, переходим к вопросу о том, как MATLAB или Simulink и вообще моделирование могут помочь в вопросе формирования таких навыков и таких выпускников. Прежде всего мы поговорим о том, что MATLAB и Simulink это не просто софт, это еще и железо. И для студента возможность что-то промоделировать простое в Simulink, поиграться со своим алгоритмом, понастраивать различные параметры, посмотреть, как это ведет себя в таком симулируемом мире. Это важно с точки зрения его понимания явлений, как что-то влияет на что-то другое. Если он может перейти от моделируемого мира к реальному миру в железе, то это, во-первых, дает ему дополнительная мотивация, во-вторых, позволяет ему понять, насколько много параметров, на которых он был сфокусирован в модели на контроллере. Если взять этот робот, который здесь нарисован на картинке, то этот робот ездит вперед и когда он натыкается своей проволокой, которая спереди здесь немножко видна, когда он натыкается на какое-либо препятствие, он отъезжает назад, поворачивает чуть-чуть и едет дальше вперед. Естественно, студент может быть очень сфокусирован на том, как управлять этими двигателями, этой логикой и так далее. И когда он переводит это в реальное приложение, на железо, может посмотреть, как работает его настоящий контроллер, но при этом он может поставить этого робота, например, не на плоскую поверхность, а на наклонную, что производит совершенно другой эффект, о котором он не думал, когда он моделировал это в симулинке, что дает ему такой широкий кругозор и понимание, некую осторожность, когда он думает о том, как нам целиком всю систему разрабатывать. Что касается поддержки, напрямую из симулинка достаточно недорогого железа, так называемого, для проектного обучения, то есть целая палитра различных плат. Одна из популярных некоторых, я сегодня расскажу, одна из популярных это Ардуино, Биглборд, эти две платы, они уже доступны даже в России, на Яндекс.Маркете можно посмотреть, Ардуино, по-моему, можно найти меньше, чем за 1000 рублей, Биглборд, по-моему, около двух стоит рублей, но это уже российские цены, то есть если где-то за рубежом заказывать, то, наверное, это можно и дешевле организовать. На самом деле этих плат достаточно много, они достаточно дешевые, они доступны для студентов и для преподавания. Я сегодня не буду обо всех говорить, скажу только вот о некоторых. Например, Ардуино. Ардуино, чем хороша эта плата? Тем, что это open-source железо. Соответственно, оно недорогое, оно имеет такое большое юзер-комьюнити, потому что это open-source. Есть очень большое сообщество людей, которые делают что-то интересное на Ардуино. И сам факт наличия такого сообщества, он уже может мотивировать студентов. И если в процессе обучения им показать, как контроллер, моделируемый на симулинке или какой-то обработчик сигналов, моделируемый на симулинке, легко переводится на Ардуино и реализуется что-то такое реальное, это очень сильно стимулирует студента, и он может даже заинтересоваться Ардуино. И некоторые люди интересуются Ардуино даже за рамками своей работы или обучения, просто даже для себя. И тем самым мы достигаем своей цели. Студент становится ближе к инженерии, и вряд ли он пойдет на другую специальность, если ему действительно понравятся решения инженерных задач. Я ограничен здесь типом того, что мы можем показать через вебинар. Вот эту презентацию я могу послать. Здесь есть ссылки на канал, который называется Matlab in Russia. В этом канале очень много видео, и в частности я вот здесь прямые ссылки указал на то, как запускаются модели симулинк на Ардуино, модели симулинк на BeagleBoard. Я сегодня еще расскажу немножко про машины реального времени. И здесь есть очень хорошее содержание вебинара как от фундаментальных принципов, от символьной математики. Постепенно и легко студенты могут перейти к численным методам, к моделированию и уже к пониманию реальных принципов, даже реализации конечного какого-то устройства. Эти материалы, они будут доступны, я поэтому не буду останавливаться на этих демонстрациях, вы можете их посмотреть. В частности на YouTube, вот этот вот скриншот оттуда, вы можете посмотреть, как наши инженеры, они показывают, как за 10 минут можно установить себе связку Matlab или симулинка с Ардуино и запустить простое приложение, которое пускает шим-сигналы на один из светодиодов. Там несколько на самом деле примеров. Судя по тому, что видео займет всего там минут 10, наверное, вы можете оценить, насколько просто получается симулинк поддерживает данный вид плат. В чем плюс именно Ардуино платы? Плюс заключается в том, что помимо дешевизны, то, что приложения, созданные в симулинке, будь то какой-то контроллер или любой другой алгоритм, они работают автономно. То есть они не требуют, чтобы эта плата была подключена непосредственно к компьютеру. Очень многие системы, очень многие среды для моделирования, они только на PC работают. И в этом смысле, получается, студент может моделировать свой алгоритм на какой-то среде моделирования, на PC и постоянно должен быть подключен к этой плате, чтобы происходило взаимодействие между контроллером, который на профессиональном компьютере и платой. В данном случае мы говорим про настоящие embedded applications, то есть встроенные приложения, которые работают абсолютно автономно. Но при этом, что характерно, студент даже ранних курсов, который еще не владеет программированием, ему не нужно разбираться с C-кодом, с оптимизацией C-кода, есть встроенная поддержка в Simulink, которая просто заливает необходимый код, и студент на первых этапах этого не видит. Хотя в дальнейшем на более старших курсах студент может не просто заливать это приложение на Arduino, но и смотреть исходный текст C-шного кода, может быть даже играться с его оптимизацией по MIPS, или по памяти, или по другим параметрам. То есть в зависимости от необходимости можно протащить вот эту историю с Arduino через и начальные курсы, и средние курсы, может быть даже старшие курсы. В чем плюс нативной поддержки Arduino в Simulink? В том, что студенты общаются с простой графической средой в Simulink, где они свои алгоритмы визуализируют блоками, как мы, собственно говоря, их и учим. И в этом же Simulink есть готовая полностью библиотека в всех ходах выходов этой Arduino. То есть мы, в принципе, свободны творить любые вещи с помощью Simulink, более простой среды программирования этой платы. Студент фокусируется на том, что нужно делать, и вот эта плата, она достаточно универсальная ввиду своего распространенности, она подходит для многих курсов. Здесь вот вы видите, где можно ее, собственно говоря, использовать. Наверное, дальше я перейду к следующей плате, здесь уже с Arduino все понятно. Другой способ, это вот способ подороже проектного обучения, это популярная LEGO NXT. В чем плюс этого подхода, то что здесь уже есть подборка и датчиков, исполнительных механизмов, достаточно легко это все собирается. И точно такая же есть библиотека, готовая библиотека блоков в Simulink, всех датчиков, всех исполнительных механизмов. Так что можно строить достаточно хорошие модели и контроллеры. И самое главное, что студент в данном случае, он использует такой промышленный процесс разработки от моделирования, затем к реализации и затем к настройке уже на реальном объекте. Это способ немного подороже, он, наверное, рублей около 10 тысяч будет стоить такой базовый комплект. Хотя, впрочем, наверное, многие из вас знают. Сейчас это распространено, становится в школах, в спецшколах, которые готовят тоже студентов, будущих студентов. Мы не раз встречались с классами, где есть эти LEGO NXT. То есть для начальных инженерных курсов и для школ, для курсов по родовой технике это может быть вполне хорошая платформа. Что еще хотел показать? Недорогая плата, называется BeagleBoard. По сути, это дешевый компьютер с мощностью приблизительно нашего обыкнового нетбука. У него есть и USB-входы, мыши, поддерживается веб-камера, если нужно, стерео-входы, выходы. Там достаточно мощный процессор Cortex-A8. И, в принципе, эта плата, она хороша, становится для всего, что связано с цифровой обработкой сигналов, изображений. У нас есть тоже ролик на YouTube, где несколько демонстраций, вот за 16 минут, там две или три различные демонстрации, как студенты могут достаточно быстро залить на эту плату эквалайзер и поиграться с ним в реальном времени, как работает этот эквалайзер. Также здесь вот вы видите на картинке, это процесс, когда мы залили алгоритм распознания изображений красных шариков. И мы, меняя параметры этого алгоритма и заливая каждый раз на BeagleBoard, мы смотрим, насколько это становится уже хороший стабильный алгоритм, который работает адекватно. В данном случае по картинке видно, что он еще работает плохо, он еще путает руку и красные шарики, то есть студенту нужно еще поработать над своим алгоритмом, но это все в реальном времени можно делать и студент вовлекается в этот процесс. В чем плюс этой платы? То, что она очень хорошо подходит для курсов, связанных с обработкой сигналов, изображений, детекцией речи или объектов в потоковом видео. Очень хорошо можно воспользоваться богатством алгоритмов уже готовых в Image или Video Processing Toolbox или в MATLAB есть еще такой Computer Vision Toolbox. Естественно, вот это тоже хорошая альтернатива для того, чтобы включить в курсы по обучению. Как это найти? Вот эта команда, которую начиная с 2012-б, релиза MATLAB, можно вбить в MATLAB и открывается инсталлятор этих таргетов и все можно установить себе на компьютер, поддержку всех этих инструментов. Хотел бы отойти немножечко от студенческих таких вещей. Когда мы переходим уже к последним курсам, где у нас может быть какие-то промышленные задачи, где нам нужно управлять промышленным роботом, например, уже наверняка Arduino или BeagleBoard, они, конечно же, не справятся. И в этом смысле, когда мы говорим о решении серьезных, более-менее серьезных задач, студентами нам нужны более мощные решения. Для этого есть возможность, которая здесь вот иллюстративно на картинке внизу отражена. Мы можем модели Simulink, то, что студенты разрабатывают, свои контроллеры, например, мы можем заливать их на специализированные компьютеры, в которых крутится операционная система жесткого реального времени, которая называется XPC Target. И уже это компьютер, работающий отдельно, он может по аналоговым входам-выходам или по любым другим слотам расширения, которые здесь есть. Туда можно поставить высокоскоростные ШИМ преобразователи, может быть, на базе ПЛИСов, туда можно поставить КАН-протоколы, туда можно поставить много каких-то других расширений, вплоть до каких-то военных протоколов взаимодействия с объектом. То бишь, этот специализм-компьютер, который работает в реальном времени и взаимодействует с нашим объектом управления, допустим, что это объект управления, может быть, промышленный робот, и может управлять им, собственно говоря, в реальном времени. Мы в Симулинке отработали алгоритм, залили его на реальную железку, на железку реального времени, и эта железка реального времени уже в нашей лаборатории замечательно управляет роботом, и мы смотрим, насколько наш алгоритм хорош. Я немножко поясню, чтобы было понятно, почему такие вот системы нужны, потому что мы можем сделать здесь два варианта задач. Мы можем залить на компьютер реального времени код, который реализует контроллер, по причине того, что, например, на Ардуине нету некоторых протоколов связи или входов-выходов. И уже к этому компьютеру реального времени мы подключаем жгутами, проводами необходимые устройства, которые мы хотим управлять, и на них, собственно говоря, отлаживаем наши алгоритмы управления. Это один вариант, который очень похож на то, что мы делали с Ардуино. Другой вариант, который очень не похож, это когда мы на компьютер реального времени заливаем модель не контроллера, а объекта управления. Например, у нас, давайте возьмем применение устройства релейной защиты, которые защищают линии электропередачи или защищают другое энергетическое оборудование от коротких замыканий и так далее. Мы, предположим, разработали новый контроллер замечательный, или промышленность нам дала новый контроллер, но не можем мы его, в принципе, протестировать на многокиловаттных линиях, потому что это, в принципе, опасно. Много чего может погореть, если мы ошиблись. Единственный вариант протестировать такое, например, устройство, это создать модель объекта, создать модель какого-то энергетической системы или грида, или еще чего-то такое, создать это в симулинке, синтезировать код этой модели, залить ее на компьютер реального времени, и уже наш промышленный контроль, наш готовый устройство релейной защиты, например, подключить по необходимым входам-выходам к вот этой вот объекту управления, который у нас становится уже нереальным, а уже симулируемым. И уже в этом объекте управления мы можем имитировать короткие замыкания, мы можем имитировать какие-то скачки напряжения, можем имитировать что угодно и просто смотреть, насколько хорошо наш контроллер отрабатывает то или иное. Это очень серьезное промышленное применение, которое помогает нарастить вузу взаимодействие, в том числе и с промышленностью, потому что в промышленности, как вы знаете, тестировать не любят, это считают потерянным временем очень часто. Соответственно, тестировщики – это, как правило, бывшие выпускники вуза, которые только-только вот их сначала на тесты, наверное, простые какие-то кидают. И в этом смысле, когда вуз уже имеет лабораторию такого программного аппаратного тестирования, он может и проекты делать по тестированию для промышленности, но также и готовить выпускников к тому, чтобы они были готовы к серьезному тестированию тех инструментов, тех изделий, которые разрабатываются в промышленности. Я кратко просто не буду говорить про каждую, но есть очень много готовых компьютеров. Конечно, в вузе можно самому собрать такую машину реального времени, просто это очень долго и могут быть разные проблемы. Самая большая проблема из них – то, что не на всяком компьютере, который мы собрали руками, мы можем действительно обеспечить реальное время, так, чтобы у нас не плавали частоты, не плавало время и так далее. Поэтому есть готовые платформы, есть академическая реал-тайм машина, они выпускаются компанией Speedgoat, швейцарская компания, прошу прощения. Все это доступно для академических учреждений, даже продается с большой скидкой. Хочу опять показать, что есть ролик, который описывает применение, ролик на YouTube, который описывает детально, как устроены HIL-системы и что MATLAB и Simulink в этом смысле может сделать. И очень рекомендую посмотреть видео университета Мюнхена, которые разработали на основе таких программно-аппаратных симуляторов и такого вот железа реального времени, разработали полетный симулятор, на котором они и учат студентов, и на котором они делают проекты для промышленности. Вот здесь я немножко в текстовом варианте расскажу про то, что сделал этот университет. В частности, они, во-первых, внедрили проектное обучение по курсу динамики полета или по направлению динамики полета. И что они достигли? Они смогли, во-первых, в MATLAB и Simulink промоделировать объект управления. Они смогли сделать такой вот стенд полунатурный, где вся динамика полета, она у них крутится в той модели, которую они создали. И студенты могут приходить с разными системами управления, с разными контроллерами, которые они пишут в рамках своих курсовых работ и заливать на реальный пилотажный стенд, ну вот этот вот симулируемый пилотажный стенд, и, собственно говоря, посмотреть в реальности, как ведет себя тот или иной алгоритм, который они изучают. Этот университет за счет того, что сделал такую междисциплинарную лабораторию, потому что полетные вот эти все пилотажные вещи — это такая междисциплинарная задача, за счет этого он достиг то, что у студентов повысилась широта подготовки, они были мотивированы работать по направлению своему в промышленности, и плюс к этому они усилили взаимодействие с авиационной промышленностью, которая у них была, потому что такой замечательный стенд, ну как его не использовать для каких-то других задач, которые есть у промышленности. Есть один вопрос, который всегда говорит. Все-таки железо, какое бы оно ни было, оно сколько-то стоит, это может быть дорого, или просто, может быть, у нас есть там 10 этих плат Ардуино, а студентов у нас там 50, каждому не дашь. Что же делать, если железо недоступно? Или там, например, если у студентов руки пока что еще растут не совсем правильно, что же сделать, как же там нам, чтобы оборудование не сгорело, но вовлечь их в процесс. То, что сделал университет Карнел достаточно интересно. Они сделали симулятор робота. Робот из себя представляет такую же ползающую, ездящую конструкцию, которая по большому счету это вот как автономный пылесос, но только вот без пылесоса. Это просто робот, который ездит, и они на этом роботе отрабатывают алгоритмы навигации и алгоритмы управления самим роботом. Они, несмотря на то, что этот робот стоит всего лишь долларов 130 на человека, несмотря на это, им показалось это дорого, и они сделали в MATLAB симулятор этого робота. Причем сделали несколько его вариантов. Сделали вариант, где люди могут рисовать карты местности для этого робота, ставить этого робота в какое-то положение и автоматически считывать им. Симулятор показывает, какие данные считывает, какой из сенсоров робота относительно окружающей среды. Соответственно, они за счет работы с симулятором могут налаживать свои алгоритмы навигации, тестировать их прямо сразу же в этом симуляторе. И, собственно говоря, две задачи. Они учатся алгоритмам навигации, и второе, они занимаются системой управления, в том, что они могут свои контроллеры тоже на симуляторе на этом обкатать. Все это делается в единой среде, в MATLAB, в симулинке. И что достиг этот университет, он проанализировал свой эксперимент, потому что задача у них была, в общем-то, на ранних курсах сделать введение студентам в предметную специальность, потому что на старших курсах у них уже есть готовые роботы, на которых они экспериментируют, а на ранних курсах они хотели вовлечь студентов в этот процесс и их лучше подготовить. Соответственно, у них появилась вот такая статистика, что значительные цифры, когда у студентов стало легче, проще, выросла мотивация работать, выросли оценки. И хотел просто сказать, что не только этот есть симулятор, iRobot Create, но есть еще симулятор, разработанный другими университетами. И все это разработки, которые можно скачать с сайта Mathworks. Здесь есть адрес, классрум, ресурсы, есть там и курсы, и симуляторы. То есть, в принципе, это достаточно доступная информация. Вы можете посмотреть, как сделаны симуляторы, и дальше просто выбрать для себя. Можно сделать самим симулятор, это не очень сложно. Можно, ну, какого-то другого оборудования, можно переиспользовать тот симулятор, который есть, уже разработанный. Тогда придется уже тогда использовать и оборудование, которое этот симулятор реализует. Дальше мы переходим от железа и от инструментов, которые мы можем использовать без железа, к процессу собственного обучения, чтобы нам минимизировать потери при обучении. Если мы посмотрим на учебный план, не старайтесь вдумываться, что значит вот эти цвета здесь. Пока они ничего не значат, просто разные курсы на разных годах обучения для, например, инженера-механика и для инженера-электрика. Просто есть некие разные курсы. Какая бывает проблемная ситуация в ВУЗе? То, что нет-нет-нет-нет Матлаба, потом уже ближе к последним курсам уже пошло, давайте задание, вот вам создать модель в Симулинке или в Матлабе. И, соответственно, у студента возникает вопрос, нужно быстро и обучиться, и быстро сдать. И, соответственно, очень большое есть желание просто где-то что-то скачать, какое-то задание, намухлить, лишь бы сдать и пойти дальше. То есть он как бы не учится, он пытается бороться с преподавателем. Такой проблемный подход часто вызван тем, что, например, есть какая-то недоговоренность в ВУЗе. Например, кафедра математики может учить без применения инструментов вычислительных вообще, в принципе, только теории, или же могут учить только символьным методом и вот такого рода теории. То есть, ну, бывают разные непонимания, в каждом ВУЗе, наверное, свое. Численные методы на кафедре математики как-то, может быть, не очень жаждут люди преподавать. Кафедра программирования, например, может начать учить просто C, C-sharp или какие-то другие языки программирования, то есть, что, в принципе, полезно, но при этом они не видят того, что необходимо иногда учить и моделированию, и переведению моделей из формы моделей в форму C-кода, и что нужно учить не только десктопные языки программирования, но еще есть такое понятие, как embedded языки программирования, ну, то есть, более простые варианты C. То есть, вот эти моменты тоже бывают, тормозят и приводят к тому, что студенты на последнем курсе вынуждены сами чему-то обучаться. Как может еще выглядеть проблемный подход по-другому? Это когда, например, есть общее введение в MATLAB, в синтаксе с MATLAB, например, на первом курсе, затем нет ничего, и потом пошла, в принципе, та же самая тема с заданиями и с какими-то курсами, где уже используется знание людей MATLAB или SIMULINK. И в этом смысле, конечно, люди успевают потерять свое понимание, знания, навыки, и в этом смысле им, конечно, тяжелее. Нам приходится заново их на последних курсах чему-то обучать, что-то подсказывать или ждать, пока они там восстановят свои знания. Оптимальный подход – это когда мы начали с чего-то простого, может быть, символьные методы прочли с использованием MATLAB, потом численные методы, тоже показали, как это делается в том числе на MATLAB. Затем перешли к моделированию, поведению системы в динамике, вот такому простому моделированию. Затем, может быть, мы показали, что такое физическое моделирование людям, что там есть другие принципы этого моделирования. Затем мы уже начали на последних курсах на кафедре электротехники разрабатывать, например, объект управления, на кафедре систем управления, работать с этим объектом управления, чтобы придумывать контроллер. На кафедре программирования мы уже начали переводить контроллер, учиться переводить его в фиксированную точку, в программный вид, который может хорошо ложиться на какие-то процессоры, и, собственно говоря, учим оптимизировать этот код. То есть такое вот взаимодействие является, естественно, эталонным идеальным подходом. Это своего рода модельно ориентированное проектирование новообразования. Вот к этому, собственно говоря, мы всех агитируем, чтобы минимизировать на последних курсах недовольство тем, что вот какой плохой материал пришел, вот они не мотивированы, они ничего не знают, потому что частично, конечно, действительно наша демографическая ситуация виновата, но некоторые проблемы, они все-таки производятся и как результат такого вот подхода к планированию обучения, что студенты что-то успевают забыть, навыки не поддерживаются, не переиспользуются, или там используются и множество разных математических продуктов или там программных продуктов, студенты теряются, не могут видеть целостной картины, и им заново приходится некоторые базовые вещи объяснять. На это тратятся усилия и преподавателей, и эффективность обучения теряется. То есть идеально, конечно, это растить студента от простого, сложного, желательно не сильно покидая какую-то выбранную среду для обучения. Дальше я бы показал, какие материалы можно использовать для того, чтобы включить в текущие работы, в текущие курсы, в текущие лабораторные работы и так далее. Рекомендую очень зайти, здесь внизу есть адрес на сайте mathsworks.academia. Это такой раздел, где в средней колонке, колонке teach, то есть учить, мы можем найти вот первый пункт, это классрум ресурсы. Это место, где все вузы мира обмениваются методичками, лабораторками, кодами моделей, файлов или материалами лекций, слайдами для того, чтобы преподавать что-то, что связано или использует MATLAB или Simulink. Тут, не знаю, наверное, несколько сотен учебных программ опубликовано. Иногда они опубликованы как ссылки, как то, что можно прямо скачать с сайта mathsworks, иногда они опубликованы как ссылки, которые ведут непосредственно на сайт вуза, где это можно скачать. Здесь же есть ссылка на железо, которое постоянно обновляется и больше и больше моделей поддерживается для проектного обучения, чтобы у вас была свобода в выборе. Много есть для студентов. Здесь вот, например, слева есть Interactive Tutorials. У меня есть отдельный слайд, я, наверное, об этом чуть попозже расскажу. Вот, собственно говоря, страница с Classroom ресурсами, где вы видите, что есть и модели, и материалы лекций, и учебники, и какие-то обучающие видео, и литература. То есть здесь можно действительно... Здесь богатая библиотека, чтобы либо обновить, либо, если у вас есть что-то лучшее, вы можете разместить ссылку здесь. И рано или поздно это приводит к индексу цитированности, потому что кто-то захочет, наверное, переиспользовать ваши материалы, где-то сошлется на них. То есть это повышает, в принципе, рейтинг университета. Есть замечательный ресурс, которым я обещал сказать. Это около 12, то ли 12, то ли 15 часов записанного видео, которое могут использовать студенты для самостоятельного обучения. Видео есть по MATLAB-учисленным методам, по введению в Simulink, по цифровой обработке сигналов, по системам правления и по вычислительным методам математическим. Это таких 5 отдельных видеокурсов, каждый из них по несколько часов. Их можно останавливать, там есть примеры, студенты могут взаимодействовать с этим видео. То есть это вариант для студентов, для преподавателя, который рассчитывает на то, что на первом курсе подготовили студента, он знает MATLAB. Это вариант для преподавателя скинуть с себя вот эту необходимость, повторять что-то из базовых основ и попросить студентов пройти, изучить, прослушать и пройти эти примеры, которые указываются вот в данном видео. Ну, в том числе и самим тоже поучиться. Это не прочее. Примеры интересные, как это устроено в других вузах. Расскажу про университет Штутгарта. Они, как мы видим, это общая тенденция. Сейчас везде и в промышленности, и в обучении вводится элемент геймификации, элемент игры. Они разработали симулятор, который является, по сути, игрушкой для студентов, где они отрабатывают законы управления. Это приложение, оно создано прямо из MATLAB, скомпилировано из MATLAB, то есть достаточно несложная для профессора была задача. Приложение называется SpaceCraft RT. И на этом приложении, в этой игре студенты очень быстро вовлекаются, естественно, им хочется поиграть, посмотреть, как управляется эта система, этот самолет. Но также студенты очень быстро вводятся в контекст той теории, которую им рассказывают. И они ее проще воспринимают, легче усваивают. Далее они от того, когда они поняли уже теорию, поиграли с этой игрой, они достаточно легко переходят к более продвинутым способам настройки системы управления. Уже переходят непосредственно в Simulink или в MATLAB, где они уже учатся тонким аспектом. Похожее, ну не похожее, немножко другое решение, но тоже связано с модельно-ориентированным проектированием, сделал университет Кларксон. Но они просто осознали, что им нужно создавать междисциплинарные лаборатории. Они увидели, что в отрасли междисциплинарные инструменты, есть там их несколько штук, и самый популярный из них – это MATLAB и Simulink. И они просто решили стандартизироваться на этом программном обеспечении. И вот если вы связаны с этим вузом, можете у них спросить, но по их отзывам они сэкономили сотни тысяч долларов и на железо, и на программное обеспечение за счет принятого решения, что они стандартизуются. И все курсы у них в единой среде проходят. И, собственно говоря, студенты, они не теряют знакомой среды до самого конца, до последнего года. Наверное, это вам лучше стоит посмотреть видео, потому что оно очень подробное. В Пен-Стейт – это университет, который входит в топ-50 по академическому рейтингу. Они готовят студентов для автопрома американского в основном. Они сделали, я вам даже покажу страницу с сайтом Асфорекс, где вы можете посмотреть на это видео. Их лаборатория – это вот эта вот машина гибридная, где есть и двигатели, и батарейки. И, собственно говоря, учат они студентов калибровать и заниматься алгоритмами, в частности, системы управления или физического моделирования. Учат использование вот этой вот такой игрушки. Они устраивают регулярно соревнования. Соревнования на самое наименьшее потребление топлива или наибольшую скорость, или какие-то другие критерии оптимизации выбирают. И, соответственно, студенты непросто соревнуются, чей алгоритм будет в итоге лучше, когда машина ездит и, собственно говоря, есть реальный замеренный результат. Это, наверное, отчасти может выглядеть сказкой, но, по крайней мере, примеры такие есть. Чем дальше мы идем, тем больше, наверное, мы их будем видеть. В заключение могу сказать, что получается, что моделирование в Матлаве и Simulink дает людям глубокое понимание этих принципов, как устроен объект. И при этом, когда мы его с легкостью одной кнопкой переводим в реальное железо, это дает людям сильный кругозор, то есть, по крайней мере, понимание, чего они еще не знают, когда в реальности, в реальной жизни объект, например, ведет себя не так, как в симуляторе, чтобы они действительно понимали, насколько важно то или иное, чего они, может быть, еще не знают и что им необходимо выучить. В том числе, что важно, это то, что когда мы организовываем модельно-ориентированный такой подход в обучении, то мы, по сути, готовим уже специалистов, знающих и имеющих опыт и командной разработки, и вот всех тех личностных качеств, которые, как правило, они нужны в работе, но мы по ним специально не готовим, и людям приходится это все уже в промышленности самим учить. Здесь, в данном случае, у нас есть такой проектный подход, когда люди обучаются не только предметам, но и взаимодействуя с другими дисциплинами, с людьми, с другим знанием. Как мы можем помочь, как представители компании «Мастеркс» в России? Мы можем провести более подробный, такой уже более низкого уровня, то есть более глубокого уровня, инженерный семинар на территории ВУЗа. У нас десятки есть возможных тематик от самого распространенного системы управления, будь то боевые какие-то, или промышленная автоматика, системы Mixed Signal, радио, встроенные до просто финансов и биологических применений, то есть Матлаб достаточно широкая среда. Для того, чтобы обсудить, как лучше это внедрять в ВУЗе, мы можем провести такой семинар на любом уровне, какой вы захотите. Дальше мы можем на основании нашего опыта и на основании просто бесед с другими университетами, с которыми мы работаем, подобрать оптимальный комплекс такой, и чтобы там были и лицензии на Матлаб, и курсы посоветовать, которые есть, мы знаем, у других университетов, уже разработанные, может быть, с какими-то лабораторками, и железку выбрать вместе с вами и поставить ее, если нужно, тоже. И также мы некоторым преподавателям, продвинутым в некоторых ВУЗах, мы собираем группы преподавателей и проводим авторизованные тренинги, которые созданы компанией Матлабс за рубежом, мы их проводим на русском языке, и, собственно говоря, тем самым даем людям доступ к тому, чему учатся инженеры, такие же инженеры, как и мы, но только работающие в Боинге, Пратон, Вытне и в других организациях.